Привет! Сегодня в видео доступная сборка ПК за 50 тысяч рублей с хорошим игровым потенциалом. Главным элементом системы, конечно же, будет видеокарта. И в условиях моего бюджета лучшего выбора, чем GTX 1660 Super, не найти. С момента её релиза прошло более 4 лет, но ребята из NVIDIA умеют делать карточки с отличным запасом прочности. 1660 Super не стала исключением, она до сих пор способна потянуть абсолютно любые современные игрушки в Full HD разрешении, причём на высоких и даже на ультра настройках графики. Чтобы не быть голословным, я провёл несколько тестов, результаты которых ты увидишь в конце видео. По части характеристик рассказывать особо не о чем. Выделю 6 гигов памяти, которых всё ещё достаточно для Full HD гейминга. Тензорных артиядер здесь нет, поэтому поддержки аппаратной трассировки лучей и DLSS соответственно тоже нет. TDP карточки 125 Вт, что позволит мне слегка сэкономить на мощности блока питания. А за саму видюху придётся отвалить порядка 19 тысяч рублей. Ссылки на неё и на остальное железоизборки я оставил в описании. Переходи по ним, если хочешь уточнить актуальную цену на текущий момент времени или почитать отзывы других покупателей. Оптимальным процессором в этот конфиг мне показался 12100F от Intel. У него есть сразу несколько преимуществ перед конкурентами в бюджете до 10 тысяч. Во-первых, он представляет современную платформу LGA1700, которая не собирается терять актуальности как минимум в ближайший год. Во-вторых, процессор поддерживает интерфейс PCI-Express 5.0 и стандарт оперативной памяти DDR5. Ну и в-третьих, его мощности с лихвой хватает для любых сборок под Full HD разрешение. Мою 1660 Super в будущем можно легко заменить на более свежую RX 7600, получив отличный конфиг с хорошим запасом игровой производительности на 3-4 года. В рабочих задачах он, конечно, не будет ультимативным решением, но с учётом ценников 9 с небольшим тысяч рублей сложно требовать от данного камня за предельную вычислительную мощность. А что ты думаешь об этом процессоре? Купил бы себе такой? Поделись мнением в комментариях и не забудь оценить ролик лайком, а также подписаться на канал, чтобы не пропустить новый контент. Гнаться за дорогой материнкой под 12100F смысла нет. Мой выбор сегодня – плата от MSI на чипсете H610 с поддержкой памяти DDR4, форм-фактор MicroATX. Несмотря на уменьшенные габариты, здесь есть всё необходимое. Главный компромисс – отсутствие пассивного охлаждения в зоне VRM и не самая мощная подсистема питания. Поставить сюда что-то более мощное, чем 12400F не получится. Но меня лично это нисколько не печалит. Самое важное – на месте два слота под ОЗУ, один разъём под M.2 накопитель, достаточный набор интерфейсов на задней панели и поддержка PCI-Express 4.0, которая может пригодиться для будущего апгрейда видеокарты. Цена чуть выше 7000 рублей никак не повлияла на надёжность платы. Можешь убедиться в этом, почитав отзывы на любых популярных маркетплейсах. Кстати, в моём Телеграме можно найти сборки ПК под любой бюджет. А ещё я выкладываю туда скидочные промокоды для своих подписчиков. Ссылка на канал есть в описании, переходи и присоединяйся к их числу. Мне очень хотелось вписать в бюджет оперативку с общим объёмом в 16 гигов. Это в итоге успешно удалось благодаря наличию на рынке комплекта памяти Shadow от Netac. Он состоит из двух модулей по 8 гигабайт стандарта DDR4. В ОЗУ вшит XMP профиль на 3200 МГц. С разгоном можно не заморачиваться. Тайминги при его активации составят 16-20-20-40. Необходимость радиаторов здесь находится под некоторым сомнением, но всё-таки их наличие скорее плюс, чем минус. Если вдруг тебе захочется поэкспериментировать с частотами, то дополнительное охлаждение наверняка не помешает. Подсветки здесь нет, память можно урвать примерно за 4000 рублей. Более качественный и надёжный комплект за такую же сумму ты вряд ли найдёшь. На SSD традиционно приходится экономить. Но я в любом случае хотел уместить в рамке своего бюджета накопитель объёмом не менее 500 гигов. Идеальной опцией для этого стал не очень известный твёрдотельник E3000 от Hikvision. Его объём 512 гигабайт. Выполнен он в привычном форм-факторе M.2-2280 с интерфейсом PCI-Express 3.0. Больше всего в нём меня удивляют скорости на чтении и запись свыше 3400 и 2500 мегабайт в секунду соответственно. Ресурс, если смотреть на конкурентов, не самый большой – 224 терабайта перезаписи. Но это всё равно очень много. Вряд ли ты станешь перезаписывать по терабайту информации ежедневно. Вишенка на торте – ценник устройства, стартующий с цифры в 2800 рублей. Да, можно найти ещё более дешёвые модели, но по соотношению цены к качеству в своём сегменте это однозначно лучший накопитель. С кулером всё намного проще. Боксовые версии брать как-то совсем уж стыдно, поэтому стоит смотреть в сторону башен, пусть и недорогих. Рассеиваемой мощности до 130 Вт будет более чем достаточно. В итоге я остановился на уже многократно проверенном варианте SE903SD от компании ID Cooling. Это компактный башенный кулер высотой всего в 123 мм. Его конструкция представляет собой 92-мм вертушку с алюминиевым радиатором и тремя тепловыми трубками. Я уже не раз использовал его в сборках, и он показывал себя выше всяких похвал. Особенно порадовал низкий уровень шума даже в нагруженном состоянии – до 23 дБ. Ну и цена в 1100 рублей забивает последний гвоздь в крышку гроба конкурентов. Если с SSD или кулером не нужно особо заморачиваться, то вот подход к выбору блока питания должен быть более тщательным. Я уже не раз говорил, что сертификация 80 Plus must have, поэтому сразу стоит отсечь все модели без нее. Расчетное энергопотребление моей сборки не превышает 400 Вт. Как обычно, нужно заложить небольшой запас и смотреть 450-ваттные модели. Одной из таких является PF450 от Deepcool. Это надежный девайс, который проверен временем и огромным количеством пользователей. Достаточно просто почитать отзывы о нем. Естественно, он сертифицирован по стандарту 80 Plus. Мощность по линии плюс 12 Вольт составляет 420 Вт. В общем, все характеристики соответствуют тому, что мне нужно в эту сборку. Да и по цене он вписывается идеально – всего 3400 рублей. Альтернатив в таком бюджете у него просто нет. Финальным элементом сборки становится корпус B180 от Ginzo. Надо отдать должное этим ребятам, они делают и бюджетные, и в то же время весьма симпатичные корпуса. Само собой, закаленное стекло ты здесь не встретишь. Но, по крайней мере, передняя сторона выглядит довольно красиво. Фишка производителя – текстурированный алюминий, который и придает корпусу собственный стиль. Но основные критерии не относятся к дизайну. Это максимальная длина устанавливаемой видеокартой и высота кулера. В B180 эти показатели составили 260 и 145 мм соответственно. Мне таких цифр хватит за глаза. Вертушек в комплекте нет, но есть три места под них. Основная претензия к корпусу – тончайший металл, который легко гнется. Но если ты не планируешь устраивать ему краш-тесты, то никаких проблем не возникнет. Да и что можно требовать от кейса ценой в полторы тысячи рублей? Ответ очевиден. А сейчас время обещанных тестов. Я отобрал четыре игры разного уровня требований к железу. Все они запускались в трех разрешениях – Full HD, 2K и 4K. Настройки ультра, без лучей и DLSS, само собой. Результаты ты сейчас увидишь перед собой на экране. Итак, средний фпс во всех играх получился весьма неплохим. Сразу заметно, что в более тяжелых Cyberpunk 2077 и Assassin's Creed Valhalla фреймрейт просел посильнее. Но для ультра настроек даже 40 фпс можно считать успехом. Достаточно слегка убавить некоторые параметры и можно получить свои любимые 60 кадров. Менее требовательные тайтлы Far Cry 6 и Witcher 3 даже на максимальном пресете в Full HD игрались стабильно и без каких-либо фризов. В 2K и 4K картинка, конечно, похуже. Надеюсь, что ты оценишь мои старания по достоинству. Буду признателен за лайк и подписку на канал. Обязательно поделись в комментах своим мнением по этой сборке. Ссылки на все железо будут в описании под видео. В телеграме тебя уже ждут скидочные промокоды. А мы с тобой ненадолго прощаемся, увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры подогнал «Симон»